Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева и пришло время универсального формата на телеканале Самара Гиз. Всех приветствую, всех рада видеть, всем желаю хорошего настроения, потому что действительно настроение другим и не может быть весна, и здорово, что, может быть, какие-то планы у вас появились, и, наверное, сейчас эта тема, которая сегодня будет отражена в нашем эфире, будет полезна всем тем, кто сейчас учится в 11 классе и собирается дальше продолжать свое обучение в высшем учебном заведении. Цикл наших программ «Абитуриенту на заметку» мы сегодня с большим удовольствием такой вот виртуальный день открытых дверей, телевизионный день открытых дверей проведем в Самарском государственном экономическом университете. Если вы поступаете, если вы учитесь, если вы, может быть, отучились, закончили, ну, какие-то будут у вас вопросы к нашим гостям или что-то хотите уточнить, получить практически онлайн-консультацию, что тоже здорово, такие инновации у нас сегодня способны, мы ответим на ваши вопросы в режиме реального времени, звоните 202-11-22. Большим удовольствием представляю вам наших гостей. Начальник отдела международного сотрудничества СГЭО, кандидат филологических наук, доцент Комарова Светлана Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ответственный секретарь приемной комиссии, кандидат экономических наук, профессор Левченко Лариса Владимировна. Здравствуйте. Ну что, у нас сегодня вот виртуальный день открытых дверей, по возможности будем максимально подробно и интересно нашим абитуриентам, родителям, которые наверняка сейчас тоже озабочены поступлением своих детей в ВУЗы, расскажем, покажем, ну и донесем какую-то нужную информацию, друзья. Все-таки Самарский государственный экономический университет, масштабный ВУЗ, известный не только у нас в области, но и в регионах и международных проектах. Если вот говорить об учебном заведении, что бы вы сказали о нем, вот как сотрудник, как представитель, в общем, что за ВУЗ такой? Конечно, очень приятно представлять наш университет. Самарский государственный экономический университет, бывший плановый институт, он широко известен нашим жителям города именно под этим названием, имеет славную историю своего становления, развития. Наш ВУЗ был создан в годы первой пятилетки, в 1931 году. И в следующем году мы будем отмечать славный 85-летний юбилей. Вот это да, казалось бы. Да, 85 лет нашему университету. Ректором нашего университета сегодня является Хасаев Кабибулар Баданович. Сегодня наш университет – это один из лучших университетов России. И это многопрофильный университет, в котором реализуются программы и по бакалавриату, и специалитету, магистратуре, аспиранторе. Мы занимаем лидирующие позиции в образовательных рейтингах. И по данным Министерства образования и науки Российской Федерации, наш университет признан эффективным ВУЗом. Сегодня в нашем ВУЗе работает более 600 преподавателей, 72% из которых – это профессора, доценты, которые имеют ученые степени, кандидатов, докторов наук. Более 240 аспирантов в настоящее время учатся и ведет преподавательство. Кадры будущие, да, такие? Да, будущие кадры нашего университета. Так что это такая краткая информация о нашем университете. Почетно было, ну или как-то, я не знаю, здорово, когда студенты говорят, я учусь в плановом университете, в экономической академии или в государственном экономическом. Всегда какой-то статус, да, он может с гордостью произносит этот свой какой-то такой статус, что я студент с ГУ. Ну так кто ваши абитуриенты? Ведь они наверняка готовятся, они наверняка чему-то за годы школьных лет научились, как-то вот готовятся к этому своему университетскому образованию. Да, мы действительно всегда с гордостью говорим о нашем университете. В нашем университете действительно традиционно реализуется очень высокого качества образование. Все образовательные программы на высшем качестве преподносятся нашим абитуриентам. И это высокое качество гарантирует нашим выпускникам трудоустройство по выбранной профессии. Это, конечно, неоспоримое преимущество нашего университета. Ну а кто поступает к нам в университет? Знает, куда идти. Да, знают, куда идти учиться наши абитуриенты. Это ребята, конечно, из Самары, из Самарской области, из многих других регионов нашей большой страны приезжают к нам учиться. Причем как на программы по очной форме обучения, так и на заочную форму обучения поступают к нам абитуриенты. При этом самые сильные, самые подготовленные ребята именно приходят учиться в наш ВОЗ. Об этом свидетельствуют данные независимого мониторинга. Так, на протяжении нескольких последних лет наш университет входит по рейтингу в число наиболее популярных ВОЗов среди абитуриентов России. Вот когда же. Да, да. Такая гордость, которой стоит говорить. И по данным независимого мониторинга и по качеству приема абитуриентов в наш университет, мы занимаем среди всех ВОЗов России 24 место. Среди всех? Да. Опережая при этом, причем очень существенно опережая все другие ВОЗы Самары, Самарской области. При этом мы занимаем еще 11 позицию среди всех социально-экономических ВОЗов. То есть это говорит о том, что самые подготовленные, самые талантливые выпускники школ, колледжей, гимназий, лицеев выбирают именно наш ВОЗ для получения будущей профессии. Мы этим очень гордимся. Студентами гордиться хорошо, абитуриентами гордиться хорошо, преподавателями, которые дают эти знания, которые кто-то отучился, да, у вас возвращаются, практики, те самые аспиранты, которые у вас. Это люди тоже ведь наверняка непростые. В нашем университете действительно работает высоко квалифицированный преподавательский коллектив. Причем в нашем университете много работает и преподавателей, и профессоров с серьезным, солидным стажем преподавательской деятельности. Но при этом активно привлекаема молодежь. Особенностью образовательного процесса в нашем университете является то, что мы с удовольствием сотрудничаем со специалистами-практиками. Те, кто может рассказать, поделиться опытом, да? Да, да, да. Поделиться опытом, пригласить к себе на предприятие, предоставить базу практики, помочь им выбрать... Теория хорошо, практика, да, конечно. Конечно, да. В нашем университете очень четко реализуется практикоориентированный подход к обучению, когда наряду, параллельно с глубокими теоретическими знаниями, мы даем еще и возможность студентам получить практические навыки будущей профессии. И закрепить. Ну вот, если говорить непосредственно о поступлении в этом году в экономическом университете, друзья, кстати, если есть какие-то вопросы, пользуйтесь моментом, звоните. 202-11-22, телефон прямого эфира. Ну, бюджетные места всегда всех волнуют, да? И можно уже сравнить 2014 год на подхвате поступления в 2015. Есть ли какие-то цифры вот к этому году? Да, конечно. И нам приятно тоже в эфире озвучивать эти цифры, потому что последние годы наш университет занимает такие высокие рейтинговые позиции, имеет возможность получать все больше и большее количество бюджетных мест. В этом году количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом выросло на 43%. То есть это существенный рост. Поэтому достаточно бюджетных мест для поступления на различные программы, как бакалавриаты, так и специалитета. При этом в три раза у нас увеличено количество бюджетных мест на магистрские программы. А на какие, например, вот, на какие направления? Вы знаете, у нас реализуется, у нас многопрофильный гос, поэтому у нас открыто много программ и по направлению экономика, менеджмент, торговое дело, финансы и кредит. То есть большой спектр на любые приоритеты наших будущих абитуриентов. Мне кажется, достаточно гордиться даже этим можно, что бюджетные места увеличились, направления распространены, и можно выбирать. И, мне кажется, есть шанс у вас, друзья. Тем временем у нас звонок есть, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Наташа, я туда попала, хотелось бы по поводу приема в России. Давайте, давайте, Наташа, вы 11-классница у нас? Нет, 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 я из колледжа, я в этом году колледж заканчиваю. Я просто чуть волнуюсь, я туда попала, правильно? Все верно, давайте, Наташа, ваш вопрос. Вот смотрите, я в этом году заканчиваю колледж и хотела бы действительно поступать в экономический университет. В Англии, вовсе, я уже поняла. На экономику. Вот подскажите, пожалуйста, а вот какие курсы, вот я бы хотела подготовиться, чтобы наверняка попасть в университет. Какие курсы нужно мне, может быть, пройти, куда поступить, чтобы действительно подготовка у меня была хорошая. А какой колледж вы сейчас заканчиваете? РГК. Так, спасибо, большой вопрос. Кто возьмется отвечать? Я, наверное, отвечу на этот вопрос. Конечно, кроме выпускников 11-х классов, большой прием мы ведем и выпускников из колледжей, техникумов, тех ребят, которые получили среднепрофессиональное образование. Особенности приема для них есть. Они могут поступить к нам в университет, предоставив нам либо результаты единого государственного экзамена, но что очень важно подчеркнуть, это именно категория абитуриентов имеет право сдавать вступительные испытания непосредственно у нас в ВУЗе по тому набору предметов, которые обязательны для поступления на направление подготовки. Ну вот девушка нам пояснила, что она хочет на экономическое направление поступать, там обязательными экзаменами для нее будут русский язык, математика, общество знания. И, конечно, у нас в университете работают подготовительные курсы, мы с удовольствием поможем ей подготовиться к этим вступительным испытаниям. Я думаю, она успешно справится и станет студенткой нашего университета. Да, друзья, мы даем вам информацию о том, где можно получить подробные какие-то сведения и адрес сайта университета и телефон приемной комиссии, если будут какие-то вопросы, запишите, ну, пригодится, почему нет. А сейчас хочу, наверное, всех абитуриентов, ну, не знаю, ручку с листочком попросить захватить, почему нет, потому что информация все-таки о проходных баллах, она нужна, она актуальна, она важна. Какие минимальные баллы установлены у вас по вступительным экзаменам? Вы знаете, минимальные проходные баллы устанавливает Рособорнадзор, но поскольку у нас абитуриенты поступают достаточно сильные, подготовленные, планочка у нас чуть-чуть выше, чем федеральные баллы. И я озвучу. Русский язык для поступления в наш университет должны наши абитуриенты набрать не менее 40 баллов, 30 баллов по математике, 36 баллов физика, история 34 балла, география 37 и общество знания 42 балла. Ну, это тот самый минимум, надо стремиться все-таки к лучшему. Конечно, конечно. Бюджетные места будут занимать те ребята, которые значительно превысят этот минимальный порог. Но с этим минимальным порогом они имеют право подать документы, участвовать в конкурсе и потом стать студентами нашего университета. А могут ли учитываться результаты выпускных сочинений, которые итоговых сочинений? Как-то? В этом году впервые наши 11-классники еще писали итоговое сочинение. В нашем университете принято решение, что те ребята, которые получили по итоговому сочинению зачтено, им будет еще к сумме баллов по ЕГЭ прибавлено 10 баллов за итоговое сочинение. То есть вы этот проект приняли, будете реализовывать? Конечно. У нас есть еще звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Назовите, как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Юрий Владимирович. Вопрос у меня такой. Сегодня на дворе у нас рыночная экономика. А в рыночную экономику, скажем так, главный индикатор – эффективность. Эффективность замеряется в определенных суммах, ну, в толчине кошелька. И поэтому у меня вопрос такой. Сколько выпускников планового института стали миллиардерами? Ох ты. Спасибо. Разрядили тут наши цифры. Валютными или рублевыми, Юрий Владимирович? Хотя бы рублевыми. Ну, хотя бы. Есть ли какие-то выпускники, которыми вы гордитесь? Вы знаете, мы, конечно, гордимся очень многими выпускниками. Конечно, ключевые позиции в экономической, финансовой сфере Самарской области и в нашей Российской Федерации во многих регионах России занимают выпускники нашего университета. Так они еще и у нас в аппарате, в управлении, везде, конечно, можно встретиться. Поэтому много успешных людей, талантливых людей, которыми мы гордимся, которые сегодня в клубе выпускников нашего университета продолжают с нами активное сотрудничество. И что нам очень приятно подчеркнуть, что они не просто помнят свой университет, свой институт, который они закончили, но и выстраивают с нами партнерские отношения. Это те самые практики, наверное, да? Практики, да, специалисты практики. Прежде всего, конечно, это выпускники нашего университета, которые занимают ведущие позиции на предприятиях, в организациях, финансовых структурах, в банках. Да, да. И они с удовольствием приглашают наших студентов и на практику, а потом лучших из них приглашают к себе продолжить работу в их организациях. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, если есть какие-то вопросы к нашим сегодняшним гостям. Мы устраиваем виртуальный день открытых дверей в Самарском государственном экономическом университете. Мы уже поговорили о вступительных баллах, впереди тоже много полезной информации, но вот уже вы услышали, что очень много реализуется и международных проектов, международных программ. Вот, наверное, нам сейчас Светлана Сергеевна расскажет все же, какие это международные проекты и какие, может быть, направления интересуют студентов именно ваших. Да, с удовольствием. В экономическом университете существует определенная структура, которая занимается реализацией международных проектов. Один международного сотрудничества, который я сейчас здесь представляю. Он существует с 2003 года, и за это время мы наработали огромное количество проектов, создали огромное количество программ с нашими партнерами, которые позволяют студентам нашего ВУЗа, начиная уже даже с первого курса, реализовать себя в международной сфере. То есть мы приглашаем принять участие в международных волонтерских проектах, более чем 40 стран за рубежом. То есть включенное обучение, то есть когда мы студентов отправляем на один семестр в ВУЗ-партнер. Программы двойных дипломов. У вас тоже есть двойные дипломы? Бакалаврские дипломы, магистрские двойные дипломы. То есть это когда студент, поступив в наш ВУЗ, например, бакалаврская программа, проучившись два года, на третий уезжает в ВУЗ-партнер, год проводит в ВУЗе-партнере, затем возвращается, продолжает обучение на четвертом курсе, и в итоге он получает два диплома бакалавра, к примеру, зарубежного ВУЗа и наш. Заслужил правильно, трудился, учился. Магистрские программы двойных дипломов предполагают, что студент поступает на данную программу, он наносит название бенциональный курс программы двойных дипломов. Первый год он проводит в стенах нашего ВУЗа, на второй год он уезжает в страну нашего ВУЗа-партнера, в итоге он возвращается, и у него также два диплома, к примеру, французский и немецкий, и диплом ЗГЛ. Вот это да, вот уже можно и работодателю сказать, а вот какой я молодец. Ну и я беспрекрасно хочу сказать, что на сегодняшний день наш ВУЗ является одним из самых успешных ВУЗов в плане реализации программ двойных дипломов. Специалистов нашего отдела приглашают в Москву, в Европейскую комиссию для консультирования. Знаниями делиться. Да, знаниями делиться, действительно. Нас очень ценят и прибегают к нам в качестве предоставления экспертизы различных проектов в других местах. Какие-то страны, вот если так сейчас? Мы очень тесно сотрудничаем с Германией, Францией, с Канадой, Португалией, вот у нас подключился новый ВУЗ-партнер в Финляндии. Далее... На любой вкус. Да, на любой вкус. То есть Италия, Испания, Турция, то есть практически самые востребованные страны у нас в нашем списке партнеров имеются, и программа действительно работает. Очень здорово, что услышала, что даже начиная с первого курса, что как бы не вот ты подрасти, подучись, а потом, а сразу... А у нас, друзья мои, есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Игорь, я бы хотела задать такой вопрос. Давайте. Я абитуриенка, в этом году заканчиваю школу, 11 класс, и хочу поступить в Канадский университет. Но меня вот такой вопрос беспокоит, и я как бы... Ну, направление экономики партии, и направление юриспруденции не могу никак определиться. Что вы могли бы мне посоветовать, что ли? Монетку бросить? Спасибо за вопрос. Это разные вообще направления твои. Экономика, юриспруденция. Как вот, говорится, не разделиться вот так вот, и не разорваться на части. Вот что посоветуете, как опытный специалист? Как опытный специалист? Конечно, прежде всего, нужно прислушиваться к себе, да, что больше все-таки нравится. К чему душа лежит? К чему душа лежит? Посоветоваться с близкими, родителями, да, почитать информацию. Вся информация и о программах, которые реализуются у нас на бакалавриате по направлению экономика, и шесть программ, которые у нас реализуются по направлению юриспруденции. Вся эта информация выставлена на сайте нашего университета, в открытом доступе. Можно обратиться к этой информации или прийти к нам в университет. Мы с удовольствием общаемся с нашими потенциальными абитуриентами, им подробно рассказываем. Каждую неделю в стенах нашего университета проходят профессорские субботы. Когда ведущие профессора нашего университета в неформальной обстановке встречаются с нашими абитуриентами, рассказывают о своих программах, презентуют эти программы. И здесь, конечно, в таком живом общении очень легко будет получить информацию о том, какое все-таки направление лучше для себя выбрать, какую программу, на какую программу обратить внимание. Но при этом данной абитуриентке следует иметь в виду, если она выбирает все-таки юриспруденцию, то вступительными испытаниями на образовательные программы по этому направлению являются русский язык, общество знания и история. Вот, друзья мои. А если экономика? А если экономика, русский язык, математика и общество знания. Ну, как бы, в принципе, классический набор ваш. И еще такой ей можно дать совет дружеский, который часто реализуют наши студенты, которые поступают к нам в университет. Если нравится и одно, и второе направление в нашем университете, можно обучаться на параллельных программах, параллельное обучение. То есть, например, поступить научную форму обучения по экономике и заочно осваивать одну из программ по направлению юриспруденции. И учить иностранный язык при этом. Конечно, конечно. И тогда у такого выпускника будут преимущества при трудоустройстве, ну, неоспоримые просто. Еще и на стажировку съездить куда-нибудь, да на практику, да. Вообще прекрасный человек, специалист. А если, допустим, получится так, что иностранные какие-то студенты из стран наших соседей, могут ли как-то к вам поступать? Есть ли для них какие-то определенные условия? Если уж мы к ним ездим в гости, то могут ли они к нам поступить? Да, конечно, да. Не один год мы в стенах нашего университета принимаем студентов из ближнего, иногда даже из дальнего зарубежья. Дальнего, дальнего зарубежья. И дальнего, дальнего. Но и ближнего тоже, например, много у нас поступает, например, из Казахстана студентов. Для иностранных студентов открыты двери нашего университета, открыты все образовательные программы. И по бакалавриату, и по магистратуре. Они могут обучаться как очно, так и заочно. У них есть одно преимущество. Иностранные граждане имеют право поступать к нам в университет по результатам вступительных испытаний, которые проводит университет самостоятельно. То есть не обязательно им сдавать ЕГЭ, как нашим выпускникам, одиннадцатиклассникам. А они имеют право по внутренним испытаниям поступить к нам в университет по тому набору предметов, которые заявлены на ту или иную образовательную программу. Понятно. У нас сегодня аншлаг по звонкам. Это очень радует. Спасибо, что звоните, нас смотрите. Телефонный звонок принимаем. Здравствуйте. Как вас зовут? Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Лилия Петровна. Здравствуйте. И я хотела бы задать вопрос по поводу военной кафедры. Вот у меня ребенок собирается поступать. Есть ли отстрочка или военная кафедра? Хорошо. Спасибо. Как с этим быть? Мамочки волнуются. Мамочки волнуются. Конечно, это волнительный момент, когда сын призывного возраста. В нашем университете нет военной кафедры. Но у нас, нашим студентам предоставляется отсрочка во время их обучения. Все как бы, как нужно. Все как положено, как нужно. Все программы у нас аккредитованы, поэтому по всем аккредитованным программам предоставляется отсрочка. И кроме того, выпускники, которые завершают обучение на бакалавриате и желают продолжить свое обучение на магистрских программах, тоже получают отсрочку и вот для продолжения образования в магистратуре. Магистратуре. Да, нестандартные, да. География тоже является вступительным испытанием в наш университет. У нас есть замечательное направление, которое последние годы пользуется повышенным спросом и у абитуриентов. Но самое главное, что у работодателей, относительно выпускников этого направления, это направление называется экология, природа, пользование. Я так и думала, что наверняка география, наверняка, с чего-то связано. Готовим экологов. И для тех ребят, которые мечтают стать экологами, им нужно сдать в том числе еще и географию, помимо русского языка и математики. География является для них обязательным предметом. Ну, есть еще звонок. Будем принимать или продолжим говорить? Конечно, конечно. Давайте принимать, раз нам звонят. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, я второй вопрос хочу задать. Юрий Владимирович, не успокоится ваше сердце, давайте. Вот, вопрос такой. Ну, то, что про миллиардеров, как говорится, опустили о том, что, как говорится, назвать некого. Почему некого? Ну, так я предполагаю. Значит, второй вопрос такого плана. Раз есть специалисты, раз есть такие высококлассные, грамотные люди, выходят из института, значит, тогда почему получается так, что в стране, как говорится, экономический кризис в наличии? Почему нет защиты, нет самостоятельности у страны и нет развития, так сказать, той самой промышленности, которая была 30 лет назад? То есть те же самые заводы, производство, все это у нас, так сказать, в нуля. Такое интересное, вы человек, Юрий Владимирович, задаете вопрос об экономике преподавателям вуза и, точнее, даже специалистам приемной комиссии. Позвоните Владимиру Владимировичу или куда-нибудь еще, может быть, вам смогут ответить. Мы сегодня, наша главная цель сейчас познакомить абитуриентов. И дай бог, что именно эти люди, отучаясь в университете, пройдя практику и стажировку, как-то смогут помочь как-то каким-то, может, направлениям направить как-то. Я думаю, что вам стоит немножко успокоиться и, собственно, как-то мы продолжим, с вашего позволения, если вы не против. Поговорим еще немножко о международных проектах, потому что я заинтересовалась этим вопросом. Ну, вот я отучилась, у меня не было таких проектов, возможностей. Это дорого ли как-то? Можно ли получить дополнительное финансирование? Как вот с этим быть? Ну, на самом деле мы стремимся как бы иметь в своем арсенале программы, которые не являются затратными по деньгам для студентов. То есть выгодно как-то все-таки это сделать? Да, то есть, во-первых, мы предоставляем студентам возможности, которые едут, к примеру, на один год или на семестр обучаться за рубеж. Во-первых, образование у нас в наших вузах-партнерах везде бесплатное. Абсолютно везде. Ставим плюсик. Да, то есть там, где, то есть, но существуют, естественно, расходы, как-то питание, проживание, перелеты. Естественно, как бы мы, к сожалению, не можем предоставить возможности, то есть покрыть эти расходы, но мы предоставляем студентам возможность, консультируем их относительно возможности получения стипендиальной какой-то поддержки. Ну, конечно, это хорошее такое подспорье. Масса фондов, да, которые предоставляют стипендии, к примеру, стипендии правительства Французской Республики. Франция очень щедра на стипендии для иностранцев. То есть у нас все студенты, и бакалавры, и магистры, которые намереваются пройти обучение у наших французских партнеров, они всегда в обязательном порядке получают консультацию, как можно получить эту стипендию. И 80% студентов, которые подают на стипендию, они ее получают. То же самое касается и Германии, да. То есть существует немецкая служба академических обменов, которая также предоставляет практически 90% студентов, которые подают заявку на проверенные аккредитованные программы, то есть полностью стипендиальную поддержку. Есть американские фонды, которые даже, несмотря ни на что, до сих пор работают. Английские фонды, есть, соответственно, финские и так далее. То есть наш отдел предоставляет студентам полную информацию относительно того, как им получить финансирование. Мне кажется, тут стоит добавить просто две строчки. Было бы желание. Да. Есть желание, и возможность можно изыскать, проконсультироваться, спросить, как-то так найти какие-то возможности. На моей памяти за достаточно долгий срок работы не было ни одного студента, который был бы напорист и настойчив в достижении цели, и не получил ее. Ну, действительно, значит, все правильно. Было бы желание. Друзья, учеба – это хорошо, но здорово. Вот мы даже сейчас, я вот пока говорю, попрошу наших режиссеров показать фотографии. Не просто там только учатся, сидят за партами, ездят на стажировки. Но мы уже поговорили за эфиром с нашими гостями, выяснили, что у них очень широко масштабно развита именно вот внеучебная работа с ребятами. Активно работают профсоюзы. Ребята занимаются какими-то интересными проектами, именно творческими. Участвуют в студвестных, студдебютах, являются победителями очень значимого для нашего региона конкурса «Студент года». И я думаю, что, если добавить, да, еще что, и танцы, и вокалы, и песни, и все что угодно, всегда где-то там что-то, и КВН команда в том числе. То есть жизнь кипит, и я думаю, что такими студентами, наверное, стоит гордиться. Они молодцы. Если позволите, у нас даже в прошлом году студентка была, студентка, которая обучалась во Франции, была признана лучшей студенткой иностранкой вуза-партнера нашего. Даже так? Да. Интересно. Я думала, скажете, еще и наверняка, но я знаю, что у вас тоже есть, что у вас мисс СГЭУ проводится тоже. Мисс СГЭУ, губернские балы проходят в стенах нашего университета. Много очень интересных мероприятий, которые дополняют студенческую жизнь научную, учебную. Мне вот отдельно хочется отметить такое мероприятие, которое последние три года в стенах нашего университета проходит. Это чемпионат интеллектуальных игр на кубок ректора в Самарской области. Что такое масштабное мероприятие, где принимают участие и школьники, старшеклассники, колледжи, лицеев, но и все вузы в Самаре. В принципе, друзья мои, нормальные студенты, которые и учатся, и находят время для того, чтобы отдохнуть, заняться спортом и как-то, мне кажется, очень весело провести время. Я думаю, что нам стоит еще упомянуть о том, что у вас в прошлом году открылся очень интересный объект. Это ваш бассейн. Бассейн не просто открылся, а при поддержке партии «Единая Россия» был запущен проект «500 бассейнов России». Вот если говорить о этом физкультурно-оздоровительном комплексе «Чайка», вот спустя год, да, как бы, есть ли действительно гордость какая-то, статистика, что ходит, популярность, а вдруг какой-то еще построите где-нибудь рядышком. Как вот с этим у вас дело обстоит? У нашего университета уникальный есть студенческий кампус, на базе которого не только несколько учебных корпусов, лаборатории, комбинат питания, но вот и в прошлом году построен еще физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым плавательным бассейном «Чайка». Замечательный бассейн, посещают его, по-моему, сейчас уже все студенты нашего университета и сотрудники университета. Но самое главное, что открыты двери нашего бассейна и для жителей города Самара, поэтому приглашаем всех, кто любит спорт, кто любит аэробику, водную аэробику, аквааэробику. У нас есть секции соответствующие, и можно приходить тренироваться в нашем бассейне. При этом комплексе еще несколько спортивных залов, тренажерных залов, где можно заниматься обычной аэробикой, теннисом заниматься, йогой заниматься. Поэтому на любой вкус занятия спортом под командой лучших наших спортивных тренеров. Я хотела вас спросить, какие, может быть, я не знаю, помимо субботних ваших вот этих вот встреч с профессорами, в ближайшее время будет ли масштабное что-то такое для тех, кто еще, может быть, не определился, для тех, кому хочется вдохнуть этот воздух университетского, масштабный день открытых дверей? Вы знаете, только вот в прошедшее воскресенье у нас прошло такое масштабное мероприятие. И как вот вообще? 22 марта, да. Как вот итоги какие-то есть? Отклики, отзывы? Конечно, конечно. Было очень много гостей. Все гости мы даже не смогли вместить в рамках вот в актовом зале. Наверное, еще из области приезжали. Да, приезжали из области, из соседних областей, из Оренбурга было много гостей, Татарстана, Ульяновской области. Большой интерес проявляют абитуриенты к нашему университету. Мы всегда открыты, мы рады нашим абитуриентам, ждем с нетерпением. Уже 19 июня начинается прием документов. Тут не так много уж осталось. Да, осталось совсем немного времени. И мы распространяем информацию в средствах массовой информации, вот с помощью вас. У нас размещается информация на сайте нашего университета, полнейшая информация, которая касается приемной кампании 2015 года. Все ответы на вопросы можно получить на сайте нашего университета, или если позвонить к нам в приемную комиссию, или просто прийти в гости в наш университет, поучаствовать в каких-то других мероприятиях. Для абитуриентов. Для абитуриентов, например, у нас продолжается, она уже началась, интернет-олимпиада для школьников. Она продолжается, эта интернет-олимпиада, как по общеобразовательным, так и профильным предметам. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю старшеклассников, выпускников колледжа. Силы попробовать свои. Пробовать силы, да. Ну, в школе мы заговорили про интернет и всяческие проекты. Есть ли у вас такая возможность принимать документы тех студентов, кто их подает электронным образом? Вот именно такая есть у вас? Да, вы знаете, поскольку наш университет пользуется популярностью абитуриентов, каждый год мы очень много принимаем абитуриентов в стенах нашего университета, когда начинается прием документов. Поэтому в прошлом году, а в этом году мы продолжаем этот формат приема документов, мы используем и электронный формат. То есть дома можно заполнить заявление и отправить его по электронной почте. Такой формат предусмотрен, подача заявления. Присваивается личный номер абитуриента. И затем, когда он посещает университет, он экономит время свое. Ну, конечно, да. Поскольку сразу уже... Новые технологии. Конечно, сразу распечатывается заявление, где уже содержится вся его личная информация. И он только проверяет эту информацию, ставит подпись под заявлением. И таким образом очень быстро, динамично происходит прием документов от наших абитуриентов. Кроме того, для наших абитуриентов открыты личные кабинеты, где уже каждый абитуриент сможет от самого первого дня подачи документов до последнего момента приемной кампании проследить всю технологии, проследить всю технологию и все процедуры приема в университет. И в конечном итоге познакомиться с приказами о своем зачислении в университет. Я думаю, стоит еще раз вам, друзья, напомнить, что сегодня у нас виртуальный день открытых дверей в Самарском государственном экономическом университете. Мы выяснили, что в этом году достаточно увеличилось количество бюджетных мест на 43%, если я запомнила, я гранитарий, я молодец. Так, увеличилось число как раз-таки бюджетных направлений, связанных с магистратурой и специалитетами. Да, существенным образом. Да, и плюс еще мы выяснили, и это гордость, я считаю, что так как университет популярен, немножко все-таки стоит вам, друзья, потрудиться на ЕГЭ и достаточно максимальное количество для себя, по крайней мере, баллов набрать, потому что планка, как вы уже сказали, достаточно чуть выше, чем федеральные, может, какие-то стандарты. Поэтому, ну, почему нет, вы имеете на это право. ВУЗ уже достаточно популярен, тем более тут такие рейтинги были названы. И я думаю, что если вы хотите стать студентом, и выяснили мы также, что если вы сомневающийся студент, то можно и так, и так учиться на юриспруденции и на экономике, участвовать в международных проектах, проходить целый год, учиться где-то там в замечательных бесплатных странах и получать какие-то удивительные для себя навыки и двойные дипломы, что тоже, мне кажется, очень интересно будет для работодателя. Проходить практику на лучших предприятиях региона и плюс иметь возможность еще и лично, да, пообщаться с теми людьми, которые сами когда-то были студентами университета, планового института, пусть и будет так, или экономическая академия. И лично как-то, я думаю, наладить какие-то контакты. А самое главное, я думаю, что нет вопросов с трудоустройством в том числе и с практикой тоже. Нет, конечно, нет вопросов по трудоустройству. По официальной статистике, которую нам предоставляет Министерство занятости Самарской области, 80% наших выпускников уже в течение ближайших двух месяцев после окончания университета уже трудоустраиваются. Мне кажется, они еще даже вот уже участие. А вот 20%, о которых вот я не упомянула, они уже трудоустроены, имеют работу по профессии, еще будучи студентами. То есть вот начиная практику, производственную, преддипломную практику, они себя таким образом проявляют на предприятиях, что работодатели с удовольствием их приглашают. Ну, вначале, допустим, на полставочки, по совместительству. А там уже зависит все от человека. Опять же, наверное, девиз нашего сегодняшнего эфира было бы желание. Спасибо вам большое за интересную беседу. Вам, друзья, спасибо, что звонили. Надеюсь, записали все контакты, телефоны, адреса. Я думаю, что наш проект виртуальных открытых дверей продолжится. Желаю всем хорошего дня, хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин